Шерри, говорите, что классно, что вы все на месте, что никто не уехал после первой сессии, значит, все хорошо. И, может быть, вы знаете вопрос, зачем мы попросили вас принести подушки и налочки и шнурки. У нас есть там сиротский дом, где мы живем, поэтому мы заберем с улицы. Хорошо, давайте мы начнем с молитвы. Господь, мы любим тебя. И мы любим тебя, потому что ты первого возлюбил нас. Ты такой благой, Господь. Твоя милостина обновляется каждое утро. Господь, ты верный. И мы благодарим тебя. И помоги нам, Господь, говорить, слушать и наслаждаться тем, что ты что-то хочешь нам всем сказать. И не просто это учением брать, но чтобы взять это и применить в своей жизни. Чтобы мы были делателями Слова, а не просто слышателями. Поэтому мы благодарим тебя за это время. Я благодарю тебя за каждую пару, которая находится здесь. И прошу тебя встретить их там, где они есть. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу немножко сейчас говорить о командной работе. А, кто из вас слышал о таком Венце Ломбарди? Кто-то слышал о таком? Кто-то слышал о таком? Кто-то слышал о суперкубке, да? Кубке мира. О, кто-то слышал. Я, витязь, говорю о американском футболе. А Винц Ломбарди — это один из... Один из самых знаменитых тренеров. Когда они играли в это соревнование Суперкубка каждый год, это трофея, которую они передают каждый год. Она называется трофея Винца Ломбарди. И когда он собирал какую-то команду вместе, начал с ними работать, он брал футбол. Ну, наш футбол, да? Американский, не ваш. Это не футбол, конечно. И он говорил, он говорил, джентльмены, вот это, это футбол. Это интересно такое, знаете, заявление. Но что он хотел сказать, что мы сейчас будем учиться основам. И если ты не знаешь основ того, что ты делаешь вообще, ты не сможешь выиграть игру. Если ты не понимаешь основ брака, у тебя не будет возможности иметь такой брак, который Бог запланировал для тебя. Давайте сейчас рассмотрим одни из самых основ. И это как основа цели. Вообще, зачем нужен такой брак? Вообще, цель брака? У меня есть иллюстрация. Чем старше я становлюсь, тем больше мне надут очки. Но их сделали для определенной цели. Чтобы они помогли мне видеть лучше. И они работают достаточно хорошо. Ну, в большинстве случаев. Но давайте подумаем, если я хочу их использовать для чего-то, для чего они не были предназначены. Допустим, я хочу забить какой-то гвоздь в стену. Я беру вот эти очки и пытаюсь ими забить как молотком. У меня точно этот гвоздь не войдет в стену. Но я точно вот разобью свои очки. Это простое, очень простая иллюстрация. Но я хочу, чтобы вы смотрели на свой брак вот через такую линзу. Брак — это как подарок Божий для человечества. И как все дары Бога, они даны нам, чтобы благословить нас, чтобы помочь нам, чтобы нас ободрить. Но так же, как все другие дары, если мы не используем их для определенной цели, которую Бог нам дает, мы можем испортить или уничтожить это. И мы потеряем это преимущество, почему это вообще Данона. Люди сегодня выходят замуж или женятся по разным причинам. «О, я так люблю этого человека!» «О, он мои нужды сможет удовлетворить!» «Или он будет поступать со мной вот как на лучшем образе!» И я верю, что в этой комнате сейчас вы... У нас тоже есть много разных причин, почему вы поженились. У вас есть определенная цель, почему вы вместе. Но так же само, как в спорте, футбол, или там, знаешь, футбол, баскетбол, любой спорт, есть определенные правила, по которым ты должен играть. Если ты не играешь по тем правилам, тебе могут дать пенальти. Да? Так же само может быть и в браке. Вообще, почему Бог нам дал брак? Первая причина. В Писании сказано, что Бог сказал, «Нехорошо человеку быть одному». Какое Божие решение для одиночества? Он дает человеку собаку. Мужу мужику, он дает собаку, нет? Нет. Он сотворил уникально кого-то, кто подходил бы мужу. А так же мужчина, он уникально подходит для женщин. И это идут в две стороны, одинаково. Поэтому первая вообще причина брака это быть компаньонами. Быть вместе. Чтобы делить свою жизнь на двоих. И через это то, что вы делитесь друг с другом, общей жизнью, вы получаете преимущество. Если бы я поженился, чтобы просто, чтобы кто-то мне готовил дома, а она, например, вышла бы замуж, просто кто обеспечил бы ее, это как брать вот эти очки и забивать гвоздь в стену. Вот с этими очками. Поэтому первая вещь, что мы с вами должны сделать, это смотреть на свой брак и спросить у себя, является ли приоритетом в моем браке чтобы у меня было, чтобы моя вторая половинка была компаньоном или партнером. Я знаю, что многие молодые ребята, которые женятся, после того, как они поженились, они просто хотят продолжать жить свою холостую жизнь. У них есть старые свои друзья, старые хобби, вещи какие-то. Это как бы мы вместе, но мы по сути не вместе. Поэтому если у тебя нету цели в браке быть все-таки вместе, и если у вас нету совместных планов, чтобы вы могли достичь этой цели, вы, несчастье, придете к очень слабому браку. Я, конечно, знаю, там есть и другие причины. Быть плодотворным и размножаться, насозать землю. Но чем мы должны вообще наполнять эту землю? Вот это вопрос. Чем мы должны наполнять эту землю? И это что-то мне говорит. Как ты можешь наполнять эту землю людьми? Это слово сложно использовать. Как он наполняет? You gotta talk to me. Sex, love. Okay, sex, love, okay. So now we know, it's God's good purpose for two people to be together and have companionship. двое людей пришли и имели как бы быть в партнерстве. И часть этого, это, конечно же, секс. And part of that, so sex is designed by God for a good purpose. Поэтому Бог сотворил секс для хорошей причины. Но так же, как вот мои очки, когда люди пытаются использовать секс вне брака или даже некоторые в браке для своих эгоистичных каких-то желаний, это, опять же, разрушает ту причину, по которой Бог сотворил брак и цель. Нам очень важно понимать цель каких-то вещей в браке. Я говорю это почему? Потому что, когда мы поженились, Шерри, я просто хотел, чтобы кто-то меня любил, но я не осознавал ту вообще ответственность, которая у меня была, чтобы мое предназначение исполнить как любящего, милого, очень даятельного мужа, которая показала бы модель Иисуса Христа моей жене. Потому что муж был сотворен не того, чтобы доминировать, не чтобы душить, и забирать жизнь от второго человека. Но муж должен помогать своей жене, чтобы она могла исполнить тот потенциал, который Бог вложил в нее в предназначение. Помните, что в Местописании сказано, что Иисус так сильно любит церковь, и что Он отдал себя за нее. И поэтому брак у него есть цель, чтобы показать эту любовь Христа моей церкви, его невесты. Поэтому мой брак, наш брак, он преследует эту цель, когда я люблю ее, как Иисус любит нас. А как Он показал свою любовь к нам? Он отдал Себя за нас. Иногда или часто мы берем и переворачиваем это наоборот. Мы берем Местописание, которое говорится, что Бог сотворил женщину для мужчины. И часто мы это переворачиваем или интерпретируем. что это все обо мне. Что она может делать для меня. И как я должен контролировать ее. Я должен быть боссом. но вот, что я научился. Иисус так сильно любил нас. Он любил нас, будучи слугой. Он служил Отцу. Он служил Отцу тем, что Он пошел по Его воле. Он предоставил себя по Его воле. Иисус был служителем, лидером, который служит. Я не говорю, что Он, знаете, был как рабом какого-то, который служит. Но Он видел, в чем мы нуждаемся. И Он отдал Себя, чтобы встретить ту нужду, которая есть в нас. и один из самых основных принципов в наших браках, что муж, да, он должен быть лидером. Но то лидерство, каким Он апеллирует, это когда Он кладет свою жизнь, чтобы помочь своей невесте, чтобы она стала тем, кем она должна стать в своей жизни, чтобы помочь своей невесте осознать свою цель в жизни. И когда Он это делает, она начинает жить в свободе, она понимает, что Я безусловно любима, и за этой безусловной любви, которую она получает, она начинает быть компанией с ее мужем. она начинает хотеть быть компаньоном со своим мужем, потому что она понимает, что Он не причинит зла, боли, Он не будет меня использовать, мне не надо Его бояться, потому что Он всегда желает мне только доброго. и из-за того чувства, которое она получает, кем она является, она хочет полностью отдать себя своему мужу, потому что она понимает, что Я могу доверить Ему. Вот почему Вы даете жизнь Свою Христову. Полностью. Вы просто понимаете, что Вы можете доверить Ему. Он тебе сделает только добро все дни твоей жизни. И вот здесь описывается как женщина, которая поступает хорошо своим мужем в Египте. Ему знает, как в 31 главе притч написано, его сердце, оно уверено в ней, потому что она делает ему добро, не зло, все дни своей жизни. И что здесь мы можем сказать о работе в команде? Каждая команда должна иметь лидера. Кому-то надо брать лидерство, вести. Да? Независимо, это в спорте команда, в армии, или в семье. Кто-то должен вести. Что я понял, если мужчина не берет лидерство в божественном виде или с Богом, мать будет брать. Аминь. Аминь. Мужчина, если вы не встанете на свое место, если вы не встанете на свое место перед Богом и не будете давать направление в семье, я с ней говорю, знаете, указы просто там, делай так, 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 так. Но дать направление, куда будет двигаться семья, под руководством Христа. И в партнерстве со своей женой что случится, у вас будет конфликт. А если вы не будете вести, то она будет. И потом ты будешь чувствовать, что тебя не уважают. Ты будешь злиться на нее, потому что ты будешь чувствовать, что она забирает твою работу, она делает твою работу. И лучший способ, как не допустить этого, если мы сами делаем свою работу. Поэтому в семье простой принцип должен быть кто-то, кто ведет. Вы должны прийти к соглашению в вашей команде брака, кто будет вести. Но это лидерство должно быть, знаете, такой служебной, служебным отношением служить. Каждая команда у нее есть определенная цель. Та команда, которая побеждает, они понимают основы правил игры, и они понимают, какая цель. Вы представляете, что сейчас команда футбола, да? Если вот команда бы не понимала вообще свою роль в команде, и вместо того, чтобы быть, знаете, двоим вратарям по разным сторонам, они могли бы, знаете, просто пинать мяч везде, куда попало бы, бегать по боли. У вас была бы нормальная игра футбола? Было бы вообще победить когда-нибудь? Я хочу, чтобы вы заметили это. Что цель команды чтобы выиграть. Выиграть. А вы выигрываете когда вы играете вместе. Когда вы играете со своими сильными сторонами. И Шерри уже сказала, насколько мы разные с ней. И вообще мы не осознавали, насколько мы разные. Но я хочу сказать то, что мы поняли. Давайте посмотрим и представим, что это вот все... Посмотрим, что все мои пальцы это все мои сильные стороны. А вот между пальцами это все из... ну, все мои слабости. И так само у нее. Ее сильные стороны и вот ее слабые стороны. Что мы обычно делаем? Мы часто смотрим на слабости другого человека и мы говорим, ну, почему ты такой слабый в этом месте? Что с тобой не так? Но вот что Бог хочет. Он хочет, чтобы мои сильные стороны покрывали бы ее слабые стороны. И ее сильные стороны покрывали бы мои слабые стороны. и потому что есть вещи, которые Бог вложил в нее и Бог вложил в меня делают нас лучше, делают нас сильнее. Но есть разница. Мы различные. И знаете, что нас привлекает часто? Что, когда мы встречаемся только-только? Это различия. О, классно! Ты такой прикольный! Ты просто изумлен, повторим человеком. А потом, вы проведете какое-то время, и ты поймешь, что тебя просто раздражает в нем. И вот это те разные вещи. У нас был друг. Он сейчас уже с Господом. Он называл брак Божья наждачная бумага, да? Вы знаете, да, как работает наждачная бумага? У меня очень много, знаете, таких острых углов. Также у Шерри разные такие острые есть углы. И что происходит? Бог нас приводит вместе с этими всеми углами. И теперь он говорит, я хочу, чтобы ты был таким красивым творением искусства. И вот он начинает работать с этой наждачной. Снимает мои какие-то углы острые, также ее какие-то острые улык. Если ты вот полено, да, или ты вот дерево, кусок дерева, если ты чувствовал, как ты можешь чувствовать эта бумага, которая ходит по тебе? Тебе нравится это чувство? Нравилось-то? И тогда оно нагревается там, да? Оно тебя царапает. И вот что Бог делает в нас. Он приводит нас вместе с этими разными разностями. Что Бог делает? Он позволяет нам чувствовать характер другого человека и также какие-то промахи в его характере. И потом он говорит, особенно для мужчин, я хочу, чтобы ты любил этого несовершенного человека со всеми его вот этими, знаете, извиненными, которые... любил бы со всеми его несовершенностями, как я люблю тебя. И вот эта командная работа это вот то, как вы учитесь работать вместе и вы работаете или играете своими сильными сторонами. Не вашей слабой стороной. Если я в какой-то сфере слаб, Бог хочет, чтобы я что-то делал. Писание нам говорит, что Бог противостоит гордости. Но Он дает благодать или милость to who? Кому? Смирен. Хамбл. Смирен. Вы вообще понимали или представляете ли об этом слове благодать? Я знаю, что много раз мы слышим, что это Божья благодать к нам, это то, чем Он нас благословляет и так дальше. Что это незаслуженная благодать или благоволение? И это, конечно, да, и аминь на все. Но есть больше, чем это. Апостол Павел говорит, что благодаря Божьей я тот, кем я сегодня являюсь. И Он говорит, только благодаря Божьей я могу делать то, что я делаю. Благодать это как сила усиления Божьей, чтобы ты мог сделать то, к чему Бог тебя призывает. Если мы смотрим сейчас в браке как на команду, когда мы выбираем смирить себя перед Богом, что Он делает, Он нас возвышает. И Он дает нам эту благодать. Это способность, что мы начинаем делать то, что своими силами мы бы не сделали. Вы понимаете это? И поэтому та сила, которая, по сути, есть у пары, и самая сильная сила, которая есть в ней, чтобы пройти разные трудные моменты, это вот Божья сила, Божья благодать. Если бы кто-то из нас подумал бы, что вот я сейчас могу сам все исправить без Бога, без Его помощи, вот что Бог делает. Представьте, что у меня есть маленький ребенок стоит, ну, три года, допустим. И представим, что здесь маленькая такая дверька, и вот ребенок хочет войти через дверь туда, через эту дверь. И вы знаете, какие дети, да? Я прорвусь! Нет. Нет. И он, знаете, начинает пробираться через эту дверь. А я ему запрещаю или стою, ну, препятствую. Я его обратно откидываю. Я стою перед ним. А он пытается пробиться туда, внутрь, зайти. как думаете, он пройдет через меня? Нет. Потому что я больше, я сильнее. И вот, давайте подумаем таким образом. Подумайте, что как будто это Бог стоит на твоем пути. он тебе скажет, слушай, ты не прорвешься дальше. Не на чуть-чуть. Пока тебе не будет смирено сердце. Когда ты смиришь себя, скажешь, Господь, у тебя есть право вести меня. У тебя есть право устанавливать определенные правила для этой игры. Для этой игры, которую мы называем брак. Я подчинюсь твоим правилам инструкции, которые ты даешь мне. И я предоставлю себя для тебя. Бог говорит, вот теперь, теперь прости. И не просто прости, давай я подниму тебя и я тебя вообще отнесу. Много людей, они пытаются сами разрешить или сделать свой брак лучше. Но они никогда не следуют Божьим правилам. И Божьи правила, они не там. Они не для того, чтобы нас, знаете, как-то держать, принизить. Они для того, чтобы мы были в безопасности. Потому что Он всегда хочет нас благословить. Он хороший, хороший отец. Поэтому, когда я говорю, когда мы должны играть с нашими сильными сторонами, если у тебя есть команда, хорошая команда, вот что они делают. «Знаешь, вот мой член команды, он такой хороший, я могу доверять ему. Она реально классно играет в эту игру. Я доверяю в том, что все, что бы она ни делала, она не делает это для себя. Она делает это для команды. Она делает это для Царства Божьего, для Его славы. И если она может смотреть на меня и сказать то же самое, и видите, если у вас есть команда, где есть ваши коллеги, да, по команде, которые ободряют их друга, говорят хорошо о втором человеке другим людям по другу, говорят хорошо друг другу о себе, я никогда не устаю говорить людям, насколько я благословен этой женщине. Какая прекрасная она жена, какая хорошая мама, хорошо готовит. все сферы ее жизни я вдохновляюсь ими. Но это так не началось у нас. До этого было, что ты здесь ошиблась, ты здесь, ты здесь ошиблась. И то же самое было ко мне. сейчас на свою сильную сторону вы увидите. Мне нравится практически показать свой пример. Если мы говорим об игре с вами сильными сторонами, это было бы так. Мы делились, что я человек людей, а он нет. я люблю людей. Я просто не люблю быть. Но вы ему даете. Но на последнее утро в церкви мы можем идти. Привет, так классно видите тебя. Я начинаю разговор. И он там стоит рядом со мной. он даже рот не открывает. Потом уйдем к следующему. И я уже сбила счет, сколько раз люди говорили. у тебя муж так классно разговаривает, так любит поддерживать разговор. Но когда мы вместе, мы команда. видят меня, они видят его. И в нашем браке, когда мы только поженились, и начали вернулись к тому, чтобы быть вместе. Я был лучшей, чтобы справляться с финансами. А помните, я еще играл в автоматы? И он сказал, и он говорит, Шерри, я хочу, чтобы ты наши финансы вела, потому что это не моя сильная сторона. И его это не смущало, то, что я это делал. И вот поэтому нам важно понимать, что каждый человек, в чем его сильная сторона. И ободрять его работать или действовать в этом без какой-то зависти. Он всегда думал, что я лучше, чтобы сменять памперсы, не знаю, почему. Потому что ты так есть. теперь я управляю всем финансом, потому что это было за много, чтобы ее нагружать еще эти дела. Но это была та сфера, в которой я должен был вырасти и также доказать себя, что тебе можно доверять в этой сфере. потому что в одно время из-за моего то, что я играл в материн, нас завел в очень большой долг. И после этого думаете, почему у нее вопрос о доверии мне? Да. Я помог ей, чтобы обрести эту доверие, я сказал, что ты можешь взять на себя это. Мы нам обоим будут лучше из-за этого. Мы здесь играли своими сильными сторонами. И когда вы играете сильными сторонами, вы не просто ободряете друг друга. Вы заметили победителя интервью? в большинстве случаев они не говорят о себе. И он говорит, слушай, вот классно, вот мне этот парень подал такой классный пас. Или вот наш тренер нам сказал такую классную стратегию, как играть. Это вот другая вещь, которая хорошая команда. у них есть стратегия, как вообще играть, как выиграть. Часть нашего рассказа, из-за того, что я был в такой семье, я ненавидел быть за столом, ужином, ужином за столом. любое мероприятие в нашем доме, там любое мероприятие, любой праздник, там всегда были драки. Когда мы поженились, мне не нравилось ходить на эти, знаете, сборы семьи. для меня это вызывало очень больные воспоминания. Мне надо было научиться, как вообще взаимодействовать с ее семьей. Было это сложно? О, да. Было это некомфортно? Да. но если команда будет побеждать в своем браке, ты убираешь свои индивидуальные права ради блага команды. поэтому я должен научиться как мне присутствовать на этих собраниях семьи. Как я могу вообще наслаждаться этим временем. Вот что делает команда. И не только это, а команда верная. Вы видели кого-то кто приходит и не интервью после игры и они потеряли? И вот представьте ситуацию, что человек после пройграша приходит и интервью и начинает критиковать другого игрока. или он начинает гнать на игроков или на своего тренера. Это команды. Другие эти команды и тренер будут из-за этого страдать. Должна быть верность. Знаете, не просто лояльность без головы. должна быть лояльность или верность что ты защищаешь друг друга. Вы понимаете об этом? Вот как это работает. Вот человек или мужчина, который не доволен своим браком. Он говорит о своем браке. О, моя жена. Она вообще так. Вот это плохо. Вот это не так. Не, вы конечно это не делаете. я знаю вас все нормально. Но я верю, что все хорошо. Или вот жена, а ее муж ошибается тоже там. И она со всеми подружками об этом говорит. Какой ты неудачник. Помогает ей, команде? Что это делает? Это заставляет их в своем сердце. Это недовольение развивать, которое есть. И вместо того, чтобы оподрять себя через Бога, и из-за того, что они говорят о своей жене, другие члены команды, у них тоже появляется огорчение в сердце. Если у проблема с Шерри, как мы можем это решить? Не просто идя, говоря кому-то. Первое, как сделать, я со своем отношении говорю ей, дорогая, я чувствую, что у нас нет коммуникации, понимания в этой сфере. Или может быть я сделал что-то, что тебя огорчило. Может быть какое-то слово, что я сделал. Или я что-то не сделал. Давайте поговорим об этом. Вы понимаете? Команды работают наилучшим образом, когда они общаются. когда понимают, какую игру они сейчас должны играть. И это особенно важно, когда появляются дети. Потому что у нас вообще разный фон нашей. Разная история в наших семьях и как вообще обращались с детьми. И вообще знаете, это по сути не важно какое у вас прошлое. Или что сделали ваши родители или что не сделали. Самое важное, что Бог говорит тебе сегодня сделать. Как тебе Бог сегодня говорит воспитывать своих детей? И вы приходите вместе в соглашение, когда вы вместе решаете как будет делать задача. Например, давайте скажем, вот есть пара, они хотят иметь музыку дома. И жена говорит, давайте принесем эту коробочку. и муж говорит, это может 30 гривен или 30 гривен и вернувшись в Украину. И муж говорит, нет, 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 давайте купим этот большой стерео 300 евро. жена купим маленькую коробочку музыкальную. Муж говорит, нет, давай за 300 такую целую систему. Она начинает говорить о преимуществах, которые есть за 30 евро. А он за все преимущества, которые есть в этой большой стереосистеме back and forth. Which one did they buy? 300. For 300. Yeah. We're available to do marriage counseling with you. No, what you do is you look what's best for the team. что лучше для команды в дан момент. Может быть мы что-то позитивнее купим. Или наш бюджет в дан момент не позволяет нам купить большую систему. И я могу ей сказать, ну ладно, давай возьмем за 30. Но как только ты сделал это решение, после разговора, пожалуйста, вдвоем стоите на этом решении. Если она испортит через неделю, муж не говорит, я же не говорю. Я же знал, что мужа было за 300 купить. Вот о чем я говорил. Нет, ты делаешь вместе решение, чтобы выйти. Если это придет к успеху, мы сделали это. Если мы проиграем, мы вместе даже в пролеже. То же самое с детьми, когда мы едем. малышу идти спать? Папа говорит, в 11, в 12, мама говорит, в 8. Кто побеждает? Мама. Мама. Нет, вы идете к определенному концерту. Согласен. Что лучше для нас, как для пары? И что лучше для нашего ребенка? Потому что он не совсем разумный, чтобы принять такое решение. Он останется он всю ночь тусовался, да, если ему дали. Но наша цель чтобы его взрастить, чтобы быть ответственным и чтобы увидеть его двух родителей, которые идут рядом друг с другом в согласии и которые скажут, «Нет, ты будешь вот так делать». Это то, что мы решили и с этим вместе твой ребенок будет видеть, как должны выглядеть муж и жена, когда они делают совместные решения для семьи. Поэтому там есть нужда в команде, которые имеют определенные условия или правила. Где ты знаешь, за что ты имеешь ответственность, а где ты не ответственный. Например, Шерри она прекрасно готовит, но ей не нравится готовить. Поэтому нас благословили много раз я могу ее вывезти куда-то покушать. Ей нравится это. Глядься покушать. Утром я в большинстве случаев стою раньше, намного раньше, чем она. Когда я слышу, что она начинает шевелиться и вставать, я включаю печку, потому что она мерзла часто. Я уже готовлю ей кофе. Чтобы когда она выйдет из спальни, там уже было готовое кофе, чтобы там уже был включен свет на ее столике, где она молится и читает Библию. И то, что я сказал ей, и то, что я сейчас сказал без слов на нее, я люблю тебя, ты важна для меня, ты ценна для меня. и есть часто у нее какая-то ответственность, которая является ее ответственностью, часть ее роли в семье. но она возможно уставшая, она очень много служит вокруг. И если она очень сильно уставшая, я скажу, дорогая, просто отдохни. Я сегодня помою посуду. Или разные другие вещи. Потому что у тебя есть определенная роль. Помните, мы должны покрывать какие-то немощи другого человека. Если у тебя есть спортивная команда, если у одного из игроков какая-то травма, вы хотите его дополнительно защищать. вы не хотите, чтобы он еще больше поранился, или использовать это для себя, чтобы себя возили. Поэтому, когда вы смотрите или думаете о своем браке, пожалуйста, помните об этой идее командной работы. Как мы можем работать вместе, следуя Божьим правилам, Его стандартам, потому что Бог мне здесь говорит, как с ней разговаривать. И здесь сказано всегда говори с благодатью или с милостью. Всегда все, что я ей говорю, чтобы это наседало ее и поднимало ее. Когда она мне говорит, что это отличает. она тоже меня вдохновляет ее. Она должна меня обозвлять и сказать, слушай, давай мы победим в этом. Мы выиграем. И вот вы должны сейчас проанализировать всю жизнь. Моя работа, знаете, не поменять мою жену. Моя работа, чтобы позволить Богу изменить меня. И когда Он меня меня это, чтобы я мог любить свою жену и его любовь. Я сказал то, что я хотел сказать об этом. Сейчас еще раз. Часть коммуникационного аспекта это это часто что мужчины должны понимать, что женщина говорит. Извините. Но Бог дал парни, извините, но это то, что Бог возложил на ваши плечи. у нас есть интересное видео, которое мы хотим сейчас посмотреть. И это показывает разницу, как мы коммуницируем. Может быть, сзади вы можете встать. Это полторы минуты видео. Подписывайтесь Озвучит, перевел Андрей Бармалей, просто не носил, понимаешь? Иногда такое чувство, будто так не должно быть, и я чувствую, буквально ощущаю это в своей голове, или что, будто так не должно быть, я носил, понимаешь? Да, послушай, дело в том, что у тебя беседе, что у тебя не нужно, и я чувствую, что это не должно быть, и я чувствую, буквально ощущаю это в своей голове, и легче не становится. Я не знаю, станет ли, это пугает души, я не знаю, как положить этому конец. Да, послушай, дело в том, что у тебя гвоздь голове. Тело совсем не в гвозде. Ты уверен? Потому что если мы его не вытащим... Не пытайся исправить меня. Да я не пытаюсь, просто, вероятнее всего, проблема у гвоздей... Ты всегда так делаешь. Ты всегда пытаешься исправить меня, вместо того, чтобы просто выслушать. Нет, я думаю, нужно вытащить гвоздь из твоей головы. Ты видишь, когда же меня не слушаешь. Ладно, хорошо, поговори. Понимаешь, иногда это... все это боль. Не знаю, откуда он уберется. Я не могу уснуть по-другому. Все мысли-то раз, абсолютно все. Тебе наверняка очень нелегко. Так и есть. Спасибо. Ай, да ладно, давай вытащим. Дело не в гвозде. Интересно, правда? Смешно. Окей. Мы хотим дать вам возможность сделать команду. работу. У кого из вас есть пара обуви с шнурками? И вы должны снять одну пару. Одну пару. Два. Два нужно. Одну пару. Одну пару. Или муж может снять свою пару. Или жена. Два однажды. Одну. 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 Продолжение следует... 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 Потом они нам дали другое, что нужно было резать из аппарата. Я это могу сделать. Потом они нам дали лунч-мит. Поправочка. Они нам дали какое-то мясо, мы тоже резали мясо. И также нам дали хлеб. И также нам дали хлеб тоже. И я, знаете, мне нравится побеждать, я такой азартный человек, мне нравится. И я думаю, вот, они сейчас хотят, чтобы я хлеб резал как можно быстрее. И я вот, знаете, начал резать большие вот такие куски хлеба. И вот в конце финале остались я и еще одна женщина. Но что они мне сказали, что часть этого соревнования что мы должны сделать бутерброд. И наш муж, он должен съесть этот бутерброд. и кто прожует это и съест быстрее всего? Мой муж. Он шестьдесят раз жевал каждый кусок. И они мне не сказали вообще, что надо делать. Я просто делал. И я взял себе большие хлеба и поставил такую маленькую простойку мяса и дал ему. А другая жена, она такая маленькая, тонкая девушка. И когда Вейн начинается ехать, я говорю, давай, давай. Он говорит, я не могу. Он даже проглотить не мог это все. И конечно мы проиграли. Потому что они не сказали мне, какая вообще цель всего этого в нашем браке. Когда ты говоришь друг с другом. Ты должен четко передавать мысль, что ты хочешь от второго. И тогда ты можешь вместе работая выиграть. Поэтому не просите меня сегодня делать сэндвичи для вас. Спасибо. Если какие-то, может, только вопрос горячий, который...